Пятеро жителей Елийского района Алматинской области подозреваются полицейскими Алматы в серийных ограблениях. Причём, по данным следствия, молодые люди промышляли в позднее время суток, нападали на одиноких прохожих и орудовали в приграничных с Алматинской областью микрорайонах. Предусмотрительные налётчики заранее подыскивали для себя удобные пути отхода. В управлении криминальной полиции ДВД уже уточнили промежуточное количество потерпевших, которые стали жертвами грабителей. Это шесть человек. Правда, сыщики продолжают оперативные мероприятия по установлению других лиц, пострадавших от преступных действий фигурантов. В этой связи полиция напоминает горожанам свои контактные телефоны 254-4901 и 254-4127. 83-летняя женщина минувшей ночи упала из окна собственной квартиры, расположенная в одном из домов неподалёку от пересечения улиц Жильтухсана и Тузова. Первыми тревогу забили соседи пенсионерки. Она болела 83 года. Она же на учёте, как сахарный дебет стоит же, сахарница. От сахара, когда подскакивает, у неё уже, как говорится, крыша. Несколько раз на улицу ночью выбегала. Еле ходит же, еле ходит. Спотыкал, спадала, всё равно на улицу рвёт. А сегодня вот сиделка у нас в возрасте, за ней смотрит всё. Двери, говорит, всё закрыло, закрыло. Что-то там начало рушить, что ли. Окно открыло, говорит, и через блокно самого махнуло. Постоянно, и уже Юра, в последнее время, то мать снится, то эта снится, всё, зовут, зовут, зовут. Я думаю, вот это шаг был её. Версия самоубийства в настоящий момент проверяется следственной оперативной группой УВД Житсуиского района. В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Накануне в 10-м часу утра на пульт 101 поступило сообщение о задымлении в офисе одного из банков, расположенных в Густандыгском районе Алматы. По прибытию первого подразделения в 10 часов 20 минут ПЧ-6 было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки на козырьке банка с последующим горением на площади 0,5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован одним стволом «Б» с установкой автоцитерна пожарной гидрантой. Жертвы пострадавки на пожаре нет. Между тем, сотрудники ДПП при содействии службы безопасности банка эвакуировали работников финансового учреждения, а также клиентов. После полной локализации очага от задымления работа у офиса была возобновлена. Сотрудники ДПП Алматы по горячим следам задержали квартирных воров, промышлявших в Бустандыгском районе. О подозрительных мужчинах в подъезде на пульт 102 своевременно сообщили местные жители. В подъезде данного дома были задержаны двое парни, которые совершили кражу, взломы квартиры. В ходе осмотра места преступления следственной оперативной группой полицейского райуправления установлено, что злоумышленники взломали сердцевину замка входной двери и уже было принялись хозяйничать в чужом жилище, отдавая предпочтение лишь малогабаритным предметам. У данных подозрителей людей была сумка, где находил ноутбук, фотоаппарат и золотые изделия. На первоначальном этапе расследования стало известно, что оба подозреваемых приехали в Алматы на заработки из Южно-Казахстанской области. Не исключено, что их доход мог носить преимущественно преступный характер. Дорожный конфликт, произошедший между двумя алматинскими автолюбителями, перерос в инцидент с применением оружия травматического воздействия. Владелец автомашины «Лексус» заверяет, что зарегистрированный на собственное имя пистолет он привёл в действие исключительно в целях самообороны, поскольку приехавшие для выяснения отношений оппоненты были агрессивно настроены. Они мне говорят, ты хотел разобраться, с кем ты разговариваешь, ты что не понял. Ну, как обычно это делается в последнее время. Хорошо, я говорю, участвую. Ребята говорят, давай один на один по-мужски поговорим. И вот этот тот, что помеч, самый пьяный, и вот лезет в карман всё время и ко мне идёт. Ну, тут я это, ну как, осу просто вытащил, я говорю, стой, остановись, говорю. И в это время второй вот этот здоровый парень стукнул, меня ударил. Ну, я его оттолкнул, этот всё ближе, я вверх ещё один раз их засыпал, и потом уже вижу, что он совсем близко ко мне. Ну, в первую очередь я не стал применять сразу эту травматику, а достал газовый простой баллончик и брызнул в него, и во второго тоже, чтобы хоть как-то остановить их. Ну, этот вроде бы зажал глаза, всё, и... А второй дальше начал идти. И этот уже вроде тоже второй немножко себя, и опять. И в это время я в это время из нас уже стрелял. Оба мужчины для медицинского обследования были доставлены в больницу. А тем временем хозяин недорожника подробно описал произошедшее и отразил обстоятельства, приведшие к конфликту в своей объяснительной записке. Хорошо осу захватил, честно говоря. Может, хорошо, может, плохо, но, по крайней мере, я не знаю, что могло быть дальше. У меня сейчас четверо детей, и вот мы все сидели дома. Я вышел из дома, и вот такая ситуация. Управление внутренних дел Алмалинского района разыскивается и без вести пропавший джамантиков Руслан Ринатович, 1987 года рождения, который год назад ушел в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемого. Рост 170 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы короткие, темные. Глаза темные. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Руслана Джамантикова, сообщить по следующим телефонам 254-4608 и 8-707-902-0010. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе было зарегистрировано 141 преступления и происшествия. 73 из них раскрыты по горячим следам. В том числе одно изнасилование, 5 грабежей, 80 краж чужого имущества, одно наркопреступление, 16 хулиганств. Зарегистрированы 13 дорожно-транспортных происшествий, 23 человека травмированы. Руслана Джамантикова